Анастасия Булгакова 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 Ну и потихоньку-потихоньку То есть наращиваешь какие-то связи Находишь какие-то галереи Постепенно создаешь свое портфолио Свою галерею Дополняешь работами Проходишь через процессы Когда получается расти Когда не получается расти Все это занимает годы И становишься тем Кем ты являешься на данный момент но это очень-очень упрощенно хорошо да кстати можешь убрать оба с вернуть на рабочем столе ребят сразу скажем что анастасия видео немножечко волнуется давайте как-нибудь поддержим чтобы не смущалась расскажи пожалуйста вот носим такая тема или современных художников давай может быть и я не знаю потом уже думаю дальше будем ставить вопросы по теме расскажи о чем бы ты хотела расскажи о чем ты хотел сегодня рассказывать нам чем-то сегодня поделишься какими идеями ну во-первых хотела сказать бы что я действительно волнуюсь потому что я никогда не веду стримы человек я не очень публичные несмотря на то что сижу в социальных сетях то есть до человека немножечко замкнутый поэтому очень непривычно насчет моей темы важно чтобы ее название никого не было заблуждение потому что предложение стриме пришлось очень внезапно и быстрее было у меня не очень много времени на то чтобы название темы и структуру того чем я буду говорить продумать но в целом как я общалась с представителем все джи спика с девушкой александрой я хотела бы говорить о вполне обыденных вещах которые затрагивались уже на других стримах потому что некоторые стримы все-таки слушала так или иначе опять же проскальзывает скользь просто какие-то ожидания от себя ожидания от индустрии ожидания которые порой не сбываются идеалы которые не сбываются идеалы на мой взгляд которые наоборот может быть чем-то вредят и создают не знаю негативный эмоциональный фон давления то есть это лично мой взгляд на 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 профессию мой взгляд на мою жизнь и на жизни тех некоторых людей которых я не наблюдала это не истинно последние инстанции это просто размышление но может быть кому-то они будут полезны то есть если еще точнее постараться описать тему то я бы хотела говорить не то чтобы о скиллах или о каких-то крутых фишках потому что не могу себя назвать сильно скилластным художником который обладает большим количеством каких-то тайных знаний или фишек этого всего нет я бы хотела именно говорить больше банально не пафосно немножко звучит а пути который проходит художник с моей точки зрения с какими трудностями он сталкивается те же иллюзии идеала о которых я говорила и как это может влиять на развитие потому что когда мы заходим в галерею какого-либо художника мы видим скажем так либо работа которая нам не очень нравится и либо наоборот супер мега шикарные работы и кажется нам что ему это дается легко и просто но мы не знаем что стояло за как бы что стоит за этими работами что какая какая история у художника с какими проблемами сталкивался какие были творческие блоки и барьеры то что тоже иногда обсуждается на стримах как он это преодолевает все ли получается не все ли получается то есть именно показать профессию не только такой вот идеальный красивой стороны но и со стороны того что бывают реально крупные проблемы которые могут заставить вас на некоторое время впасть в тупор застрелять даже не развиваться чувствовать себя плохо и хотелось бы говорить о том как из этого выходить ну с моей точки зрения то есть я не профессиональный психолог психолог а просто еще один художник который об этом рассуждает за этим наблюдает вот я надеюсь это не звучало слишком субордно и слишком размыто нет замечательно звучал не переживай хорошо слушаю мне сразу тогда вдогонку такой вопрос если вот то о чем мы говорили в созвоне то что много всякого трэша сейчас происходит как по твоему мнению сейчас арт комьюнити в странах снг оно такое абузерская или нет насколько это больше чем на западе не сложно говорить о западе потому что до недавнего времени я гораздо меньше общалась с людьми запада у меня был языковой барьер сейчас я подтягиваюсь на английский но пока что опыта сильно нет что насчет того что творится на западе а насчет русского комьюнити или снг комьюнити ну мое личное мнение народ у нас немножечко нервный это мое мнение не надо там дергаться опять же и считать что вот какие ужасные вещи здесь не стыдно говорить просто такое впечатление сложилось но я считаю что возможно это один из переходных периодов потому что кто-то новый приходит в профессию кто-то в ней уже устоялся и складываются или меняются в процессе какие-то правила например недавно было чем-то ужасным использовать матопейнтинг сейчас к этому относятся проще из-за этого меньше собачиться то есть мне кажется из-за того что индустрия новая и в том числе и относительно новые в том числе для нашей страны и снг тоже все это все таки на мой взгляд относительно свежие у нас сейчас что-то вроде такого периода не знаю подросткового периода максимализма порой звучат очень разумные вещи а порой на мой взгляд звучат не совсем разумные вещи и проблемы высосаны из пальца опять же из-за того что вот у людей какие-то мне кажется не совсем верные представления о чем-то или они из мухи раздувают слона в общем нестабильно немножечко но это не значит что все плохо и ужасно все меняется зато это знак действительно что индустрия наверное развивается пока все таки ну да это нормально стабильно будет скучно да я одну в целом наверное правильнее сказать что стабильно никогда ни в чем жизни не бывает и как бы проходить через какие-то проблемы конфликты и на уровне личности и на уровне индустрии это в принципе тоже норма хорошо ну вот ты говорил что ты рисуешь уже восемь лет и для у нас такая интересная я думаю стоит рассказать немножко может о своем опыте вот в этом плане то что именно ты говорила да про не знаю темную сторону силы как это было у тебя то есть я так понимаю что отчасти все-таки тема вызвана какими-то внутренними тоже переживаниями личным опытом если можно поделись пожалуйста да я попробую это раскрыть подробнее чтобы людям было понятнее чем хочу говорить и может опять же для кого-то это будет важно самом начале я сказала что из тех лет что я работаю в индустрии плюс года до этого когда я училась просто рисовать сидя дома можно вычесть как минимум несколько лет потому что у меня правда были достаточно серьезные остановки в развитии и конечно же это меня волнует и естественно это связано с тем что у меня были неверные жизненные установки в том числе относительно относительно своей профессии очень много было страхов от которых и на самом деле сейчас мне сложно отделать и я от них еще до конца не отделалась поэтому не стоит отжидать от меня каких-то не знаю готовых решений которые помогут вам выходить из тупора возможно то что я буду говорить натолкнет меня на какие-то мысли потому что мы сами учимся в процессе того когда очень погод и возможно слушатели на что-то натолкнет в общем у меня были ситуации и годы когда все было достаточно тяжело в моей жизни за пределами рисунка и как человек эмоциональный как человек национальный я достаточно сильно на это реагировала и были иногда мне было очень сложно рисовать при этом ты смотришь на других художников которые преуспели которые ушли гораздо дальше перед тебя и думаешь боже мой наверное у них не случается никаких проблем наверное они отвечают тебя абсолютно нормальные равновешенные люди все у них идет окей все у них как-то жизни без проблем или например а если откинуть влияние каких-то жизненных факторов на развитие человека как художника опять же просто бесконечное сравнение себя с другими какие-то завышенные ожидания завышенные требования мне это близко потому что у меня очень очень много завышенных требований к себе от которых я не могу отделаться и порой коллеги мне говорят да успокойся да брось да все в порядке то учишься либо наоборот ты сделала хорошую работу что ты так себя съедаешь а я ориентируюсь на работу тех художников которые опять же шли далеко вперед меня и думаю нет у меня все ужасно у меня все плохо почему они могут а я не могу я понимаю что просто между нами разница в годы опыта вот и все но как бы именно сейчас здесь и сейчас сложно позволить наслаждаться своим уровнем сложно позволить себе спокойно жить просто потому что ты недостаточно хорош как они и в чем-то это немного отравляет жизнь просто вот именно сравнение и вот такие вот вещи могут мне кажется вводить в ступор могут вводить в блоки там я хотел нарисовать какую-то сложную композицию но я их не умею делать поэтому лучше ка я не буду начинать или я все-таки решился начать и у меня все получается плохо значит все я ничего не заброшу это либо перейду к чему-то к чему полегче мне кажется вернее мой посыл состоит в том что стоит научиться воспринимать себя свой уровень свои возможности как все-таки что-то что заслуживает внимания что-то что заслуживает уважение независимо от того на каком уровне вы бы были и нужно понимать что просто всему нужно время нужно немножечко терпения и не нужно себя гнать в погоне там за часами рисунка сократить свое время там на несколько секунд что обязательно запостить это у себя там в блоге либо под работой сказать о смотрите я нарисовал на 10 секунд быстрее на час быстрее там и подобное это неважно мне кажется важно научиться получать удовольствие и немножечко расслабляться успокаиваться вот это то что близко мне и это то что я замечала у других людей не факт что это у всех людей кто-то относится к этому проще но у кого-то вот такие же идентичные проблемы встречаются хорошо как же установки руководства на тему того что что-то нарисовать быстрее это в любом случае лучше потому что чем больше сможет художник нарисовать тем он будет более востребованный его рейтинг будет более выше среди его коллег да я понимаю о чем ты говоришь индустрии работодатель диктует правило есть есть адекватные требования но порой бывают не совсем адекватные требования я думаю любой с ними сталкивался неадекватное количество правок либо неадекватное время которое дается на рисунок нужно нужно оценивать просто свои возможности и да говорить об этом работодателю нужно уметь разговаривать я считаю потому что мир у себя в компании мы обсуждаем с ардиректором что я смогу сделать что не могу за что браться за что не браться то есть на каком уровне это мы можем сделать нужно уметь просто разговаривать и нужно адекватно оценивать свои свои умения чтобы там не знаю не случилось такого казуса когда тебе скажут нам нужно такой нам нужен такой-то объем работы в такие-то сроки ты это не умеешь делать не можно скажет да да я сделаю и в итоге получится лажа может быть вы и попадаетесь сделать в этом нет ничего плохого делать что-то новое даже что не получается так мы учимся но нужно просто отдавать себе отчет в том что раз не получится два не получится и работодатель должен это понимать он должен знать какую работу на кого он как бы оставляет ну а как бы необходимость роста я не отрицают опять же важно чтобы я не была неверно понята я просто за то чтобы рост из происходил без совсем уж какого-то дикого форсирования потому что на мир у меня это происходит состояние что господи о черт я не могу справиться с этой позой я не знаю как нарисовать возможно там сейчас бы пришел какой-нибудь уранжа и сделал бы это в два клика в отличие от меня такой не знаю бога и ничего не умеющий слушай нас а ты тоже говорю что очень требовательны к себе и буквально недавно на скетч-дэе тоже разговаривали с некоторыми художниками на около ну я думаю тема которая близка отчасти потому что о чем мы сегодня говорим здесь вот тебе не кажется что в россии вообще есть некоторые такой знаешь культ цели то есть нельзя там бегать просто по утрам удовольствие надо именно знаешь там бегать ради похудения там не знаю учить что-то учить рисовать не потому что тебе нравится а потому что не знаю вот уже завтра я должен работать каким-то трипл-эй проектом тебе кажется это как-то не знаю может быть со стороны индустрии такое тоже есть или это в целом какой-то тренд в мировой культуре давайте обсудим ну достаточно хорошо составлен вопрос да я считаю что такой момент присутствует но опять же я считаю что это просто переходный период такой в индустрии потому что она развивается и уже не раз я слышала от многих художников что они наоборот ищут способа немножечко расслабиться и перестать работать ради цели а начать работать ради удовольствия да в работе очень как бы важно удовольствие потому что если мы будем работать исключительно ради конечной цели лайки ради лайков либо то чтобы тебя заметили обязательно приняли на трипл-эй проект то ну я не знаю как это можно назвать наверное как и езда на санках по асфальту то есть нужно мне кажется жить прямо здесь и сейчас а не откладывать куда-то там но потом я порадуюсь там когда я наконец-то выпущу невероятно крутую работу которую все оценят и ну на самом деле большинство работ просматривается ну посмотрел там несколько секунд от силы взгляделся пару минут и закрыл даже если в ней есть косяки либо в ней нет косяков а вот то что испытывал художник во время процесса рисунка это очень-очень важно потому что мы живем здесь и сейчас в данный момент и скилл умения это все замечательно просто должно присутствовать удовольствие я считаю что нельзя закапываться да и вот этот вот культ я бы не сказал что он прям тотальный что он прям везде и всех присутствует но что-то похожее есть мне просто интересно потому что опять-таки многие знаешь узнают художника который там 19-20 лет рисует как боженька ну да и не учитывать что у них могут быть другие обстоятельства просто даже банально другие условия там даже домашние какие-то да условия что человек там с 5 лет ходил в художественную школу и за 10 лет каких-нибудь превратился уже супер художника они там начали буквально год-два назад то есть это такая история что каждый пытается сравнить себя с другими несмотря на то что не пытается сравнить и понять что он у него то условия были иначе да вот это вот сравнение оно присутствует достаточно часто в жизни во всем и не только у художников у любого человека и как бы чекать то что происходит вокруг где ты находишься на каком уровне на каком уровне твоя работа с кем ты разговариваешь очень важно но сравнение конечно которое переходит в какой-то вот как правильно сказать культ это правда то что может скорее создавать не знаю наоборот негативный эффект конечно когда ты там как я человек как я который рисует восемь лет у которой при этом было куча проблем куча затыков остановок неверных взглядов на свою работу смотрит на человека который уже 19-20 лет рисует гораздо лучше него это да на самом деле прям печаль печаль вызывает потому что ну будем честны мы все люди и ты минуточку начинаешь завидовать смотреть на себя и думаешь какого черта что со мной не так но мы правда все очень разные и попытаться как бы не знаю вот эту вот сову на глобус натянуть это неправильно кто-то вчера посмотрел обзор боткомиссии все верно правда обзор был на самом деле очень умный а я прошу прощения мне как-то сегодня строю фраз так мне кажется просто давно не разговаривала с людьми давно не была на стриме называет я просто чувствую что я потом буду пересматривать видео записи мне будет стыдно да я понимаю это чувство но не знаю на мой взгляд все звучит нормально кстати ребята спрашивают будем ли мы сегодня рисовать давайте сразу ответить или или нас ты можешь сказать мы будем что-то рисовать да я попытаюсь что-нибудь набросать но как я говорила в стеримах я никогда не участвую такой небольшой дисклеймер который я с ней с которым я снимаю себя всю ответственность и да за два часа параллельно говоря я даже меньше чем за два часа ничего скорее путно не успею нарисовать но я сделала небольшой эскиз и все-таки попыталась подготовиться потому что совсем с нуля будет тяжело ясно а я просто сейчас я только сделаю тоже тоже дисклеймер с нашей стороны со стороны реже спека ребят у нас бывают очень разные гости очень разные форматы и мы не придерживаемся какого-то одного наверное там стиля ну прям не могу сказать конечно каждый стрим он как в первый раз но тем не менее поэтому если вы вдруг считаете что мы полчаса просто так говорим и вам это не нравится то никто вас не заставляет вы себя совершенно спокойно можете вот сейчас не знаю закрыть свой браузер пойти на кухню выпить чаю и потом уже через пару дней посмотреть прокрутить видео уже до того момента который вам нравится это просто потому что у нас ты это не не бери пожалуйста на свой счет просто если люди приходят и говорят что типа ребята рисовать 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 нет мы не всегда рисуем мы хотим еще и поговорить поэтому для для увидеть посмотреть как рисовать существует тысячи еще разных форматов видео кстати говоря я добавлю уже в виде шутки это знаете как у обзорщика еды славного дружатого всегда находится тот человек который в комментариях пишет тайм-код и время типа еду привозят на пятой минуте вот у нас должен быть такой же человек который будет такой они наконец-то закончили трепаться на пятнадцатой минуте я просто хотел подтянуть за уши ты сказала что за два часа ничего путного не нарисуешь а сколько времени у тебя уходит если мы рассматриваем сейчас концепт-арт и вот я открыл твой арт-стейшн и соответственно вот обычный концепт-арт персонаж на сером фоне сколько времени на него уходит на самом деле меня сложно назвать концепт-артом потому что это все-таки больше иллюстрация моем понимании концепт-арт это быстрый поиск идей скетчинг и в целом какой-то концепт-арт с использованием ну скажем так фото баши я могу набросать очень быстро за день несколько штук но это будет очень-очень грубо и что я выставляю на своем арт-стейшн и как такового концепта-арт там практически нет то в целом от 12 часов от 12 до 20 и выше бывает то есть вот это вот персонажа зарисовать на сером фоне то есть любого такого вот то есть примерно два рабочих дня назовем так да в целом два-три чистых рабочих дня но если это если ты сидишь чисто рисуешь и ни на что не отвлекаешься я естественно отвлекаюсь и отвлекаться я очень часто и много так что занимает это больше времени вопрос тогда технического характера вообще студия твоя сейчас дает столько времени на там один концепт-арт потому что многие студии сейчас говорят о том что там один концепт в день или еще и того меньше то есть они все ужесточают сроки как твоя студия ну во первых я не занимаюсь я не занимаюсь разработкой в своей студии я то есть нет я я работаю иллюстратором я не работаю над созданием игр и тому подобного я уже к играм рисую иллюстрации рекламные иллюстрации вот этим вот концептор том который вы видите у меня в галерее я занимаюсь свободное время чисто для себя чтобы потренироваться но насчет того чтобы что-то нарисовать за день окей можно нарисовать за день я говорила можно накидать несколько штук пожалуйста просто как бы уровень будет соответствующий она будет не прорисовано там будет скорее всего ну какая-то очень сырая идея ради идеи чтобы что-то найти только потом уже вырисовывать и нормально обрабатывать насколько я понимаю и вижу этот процесс и это уже займет больше чем один день насколько я знаю в крупных студиях ну из того что я слышала порой разработка концепта рта одного какого-нибудь важного персонажа может занимать месяц или месяца даже потому что без конца что-то меняется поправляется и так далее и так далее надеюсь я ответил на вопрос вполне я единственное не вижу сейчас твой фотошоп возможно переключился на монитор да ты его увела нет как что почему серьезно не видно фотошоп я вижу твой арт-стейшн чему-то нет 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 я уже переключил на шок шикарно скажи пожалуйста в каких студиях ты работала сколько их было вообще сколько у тебя было работ и какая в итоге стала самой любимой или самой нелюбимой например за вот 8 лет или это все была одна компания я работала всего лишь двух компаниях и вторая это та в которой я работаю ну последние пять уже даже больше лет mail.ru сначала я работала в студии которая уже переименовалась тогда она называлась сказкой сейчас называется руки джамп туда я пришла достаточно сомнительным уровнем действительно сомнительно на тот момент то что я могла то что я умела и и мы занимаемся разработкой браузерных игр ну все знают что такое браузерные игры или что-то на мобилке на основном браузерные игры в соответствующей стилистике вот но это был не совсем мой стиль рисунка плюс тогда у меня были творческие кризисы кризисы личной жизни так что я считаю что у меня получалось и вдруг вон плохо все потом я перешла в mail у меня тоже было достаточно слабое портфолио но там мне пришлось учиться побыстрее но и мне было интересно в принципе тематикой там уже пришлось научиться работать более или менее с инвайроментами с фото баши нужно было делать уже полноценные иллюстрации многое давалось тяжело приходилось да местами себя форсировать опять же в этом есть плюсы для развития но минусы моральные но никто меня сильно прям ужасно не пинал скорее я себя больше пинала я потихоньку потихоньку училась рисовать я считаю что мне очень сильно повезло что я попала в mail тогда с тогдашним своим уровнем вообще какое чудо просто хорошо работала ли ты по фрилансом да работала но в основном это также иллюстрации то есть не разработка не концепты концепт это уже интересное чисто мне направление в которое я когда-нибудь надеюсь перейти потому что нравится что-то создавать хорошо если скажем так мы говорим про работу фриланс есть ли у тебя хоть одна веселая смешная история или же наоборот абсурдно глупая которую можно рассказать вот под рисование наверное все было вполне себе стандартно одинаково особо веселых нет как и особо грустных прям нет просто с кем-то не получалось договориться всего разных причин заказчик меня не понимал или я его там либо наоборот все что тихо и мирно что в принципе что в принципе не о чем рассказывать особо вот каких-то историй жестких там что меня кто-то кидал или наоборот нет не было бывает иногда какие-нибудь и глупые совсем предложения но в принципе все уже наслышаны про то что нарисуйте нам бесплатно либо не знаю китайцы тебе пишут почему-то на китайском языке с предложением поработать но тут ничего нового ничего удивительного нет да самое смешное что делают китайцы это представляются русскими именами на курсе нет этого я не встречала чтобы русскими именами представлялись но да скажем так глупости в предложениях хватало я последний вопрос добью и отдам корону и державу Алисе собственно раз уж мы добиваем проработать сколько стоит твоя иллюстрация зависит я хочу заказать иллюстрацию у тебя там допустим это будет один персонаж я понимаю что зависит от сложности в каком рейнже мне распахить да то есть если речь идет о фрилансе то честно говоря меньше чем за не знаю 300-400 долларов скорее даже 400 я не сяду работать потому что я в таком случае если заказчик не готов платить больше лучше сяду вечером и подисую то что интересно чисто мне чем я как бы да буду рисовать чужую идею не сильно мне интересную но и как бы за сумму которая того не стоит это лично мое мнение мои так сказать рейты кто как к этому относится это уже второе дело ну я просто иногда слышала что вот у нас в индустрии типа люди смотрят на некоторые цены и с ужасом говорят почему ты так долго дорого берешь это того не стоит зависит от наглости художника зависит от того как он себя оценивает зависит от того как он оценивает свое время и от возможностей заказчика мне примерно вот так мне действительно кажется зависит от того как ты с заказчиком выстроишь коммуникацию просто ну да ну вот я просто сказала что есть минимальная цена начиная с которой я готова работать и опять же все это очень размыто потому что есть художники которые работают за более крупные суммы при этом рисуют гораздо более сомнительные работы есть художники которые рисуют лучше тебя но при этом примерно за похожую цену работать а ты как бы за свой меньший уровень берешь чуть больше опять же каждый вертится как может вот и все ну надо оценивать стараться адекватно свой уровень свою стоимость по рынку но я считаю что слишком сильно себя занижать тоже не надо работа должна быть выгодной особенно если вы работаете на кого-то потому что это помимо затрат времени это еще и нервные затраты не нужны здесь иллюзии о том что раз ты художник тебе интересно рисовать все нет далеко не все и должен быть какой-то стимул да как бы деньги это тоже стимул не во всем то есть есть идеи за которые я не стану браться потому что они мне категорически неинтересные есть направление за которые я не стану также браться потому что я не умею в них работать и я не буду браться за то что я просто не умею делать зачем человека разочарую свое время потрачу и тому подобное на самом деле вот этот вопрос с одной стороны очень хочется сейчас с другой стороны мы вроде как совсем скоро планируем сделать один как это говорится неоднозначный стрим с художником из порной индустрии где было просто больше комментов чем по моему просмотров да порно господи иисусе да и ребята где вы все были кстати да я смотрела стрим с той девушкой где как раз таки озвучили это предложение это было забавно и по моему это здорово нестандартные вещи это здорово но просто мы рассказываем про cg все-таки не стоит отбрасывать ну да а почему нет я например за не знаю полную свободу выражения полную свободу мысли да такая индустрия существует почему нет почему бы они не рассказать окей это интересно кому то может быть да кстати я заранее обозначу дислеймер этот художник будет у нас не раньше чем через месяц потому что мы сейчас договариваемся я мягко скажу у нас мы договариваемся не только с художником но еще и с ютубом чтобы у нас не влепили страйк за этот видос а там там много материалов за которые можно влепить поэтому придется договариваться заранее не раньше чем через месяц ребят что ж мне тоже будет интересно послушать что ж там такое я думаю нам всем будет интересно послушать нет на самом деле как бы не знаю ли к тебе согласиться или нет но просто смысл в том что cg подразумевает гораздо больше чем порой люди понимают и думают то есть для большинства cg там это игровая индустрия и кино а есть опять таки те же адвестрации в общем то я считаю что под cg там 3d анимация и фикс мошен это все тоже как бы когда-нибудь я надеюсь что мы будем обозревать на нашем канале ну это так давайте я примерно пару слов скажу о том что я решила сегодня рисовать потому что люди наверняка ждут а потом вы продолжите просто задавать вопросы не не без проблем то мы с этим закончили да давай рассказывай на самом деле ничего особого кто-то наверное уже видел возможно я делаю мини проект где я рисую своих коллег с которыми я работаю я хочу его закончить то есть у меня осталось буквально пару рисунков и я решила начать сегодня один из них например предыдущие выглядели как-то вот так вот у меня я просто только на девике это выставила не вставляла еще на арт-стейшн на арт-стейшн хочу выставить это уже как что-то более оформленное и готовое то есть это мои коллеги которых я которых мне почему-то очень интересно изобразить в каком-то фантазийном виде мне очень интересно людей видеть в необычном образе например едешь в метро смотришь на какого-то интересного человека и понимаешь что его можно было бы необычной одеться мог бы там погрузиться в мир в сеттинг фэнтези или сайпа это было бы классно и это одна из причин по которой меня тянет все-таки в концепт также вот с моими коллегами я решила попытаться их увидеть как-то по-новому и заодно потренироваться в поиске идей в создании форм совмещая приятное с полезным и вот сейчас я рисую одного из них я хочу сделать что-то в стиле Мэн Макса меня достаточно давно сформировался образ и для меня нет проблемы придумать идею фантазия работает очень хорошо это как бы не то чтобы хвастовство просто реальной идеи очень много и мне хочется конечно же отшлифовать со временем свой скилл до того уровня чтобы то что я придумала соответствовало тому что у меня получилось на выходе его рисунки поэтому такой вот образ я пытаюсь найти такого крупненького товарища если он смотрит меня пусть не обижается я с любовью это на самом деле мой редиректор он должен быть с огнеметом это обусловлено тем что профессия у нас нервная у него нервные профессии порой хочется жить просто возможно я буду еще перерабатывать формы которые я здесь накидала перед стримом очень быстро но пока что примерно так поэтому я дальше перейду в лайн и пару буквально не знаю скриншотов которые сохранила это как я разрабатывала полосу начиная вот с такой вот кляксы непонятные постепенно переходя к более или менее понятной позе или анатомии ну собственно вот все эти этапы я стараюсь сохранять и выставлять также в галерее потом там где я выставляюсь работаю я как правило с лайном но я не делаю никогда идеальный чистый лайн потому что мне это не совсем хорошо получается я не лайн арт артист и при этом от пятна тоже я не работаю мне проще сначала построить чтобы был хотя бы какой-то примерный конструктив база с которой я потом могу начинать уже прорисовку прорисовку цветом прорисовку объемом поэтому я постараюсь успеть и накидать хотя бы лайн и заливку можно теперь продолжать спрашивать надеюсь им все понятно хорошо я побуду самым омерзительным комментатором из социальных сетей который пишет написал наверное всем художникам сейчас перевоплощу с него нарисуй меня а ну раз ты рисуешь всех коллег да вряд ли нарисую потому что если речь идет о том что я делаю свободное время то я рисую ну людей которых я знаю знаю образ которых мне интересен то есть это я не хочу сказать что ты плохой или не интересный мне человек если имеется ввиду какой-то абстрактный человек который пришел ко мне и нарисуй меня то я отвечу нет ну и просто не интересно кстати часто пишут вообще нет не очень часто на самом деле может быть это связано с тем что я не такой распиаренный художник но бывали глупые запросы действительно бывали бывало что люди приходят и просят достаточно вежливо я естественно вежливо отказываю в том что мне не интересно делать а бывает что приходят люди когда с первого сообщения видят что ну это будет трэш и лучше даже не начинать там не знаю какие нибудь люди которые общаются как гопники как бородки прям уже видишь вопрос этого человека кстати да вот если нарисую то да я уже вижу примерно как нарисовать такие такой какой нибудь аля из 90-х типа ну чё ты художник давай там нарисуй меня чё сколько стоит чё почём реально бывали такие то есть у тебя тебя тоже это не обошло нет я думаю никого это не обходит хорошо если мы будем говорить про рисунок я так понимаю что у тебя примерно всегда похожий pipeline то есть это черновой силуэт скетч потом собственно line заливки и прочее пробовала ли ты другие методики рисования а-ля от пятна или же использование например 3d болванок сразу с обрисовкой или что-нибудь в этом роде от пятна я пыталась пробовать но у меня пока получилось получалось плохо потому что видимо у меня недостаточно не хватает еще знания анатомии чтобы свободно рисовать от пятна хотя все это потом можно десять раз поправить в своем рисунке но тем не менее это видимо просто привычка так что от пятна я особо не работаю и у меня мало в этом опыта но я бы хотела научиться потому что мне кажется что от пятна получается достаточно живописные работы и пробовать новое конечно полезно это скорее вопрос просто страха перед новым итак окей хорошо собственно вернемся к процессу и ты говорила что у тебя в среднем процесс занимает ну то есть два дня там ты говорил 12 часов и так далее это если речь идет о таком вот персонаже на сером фоне я понял я имею ввиду именно именно такой из чего следует вопрос использовал ли ты какие-то методы для ускорения этой работы или ты просто рисуешь условно по кайфу как тебе удобно и не меняешь свой pipeline я иногда использую photobash и собственно это совершенно не скрываю я даже стараюсь ну как бы показывать это в своих работах какие у меня были референсы правда да я обычно не выставляю эти фотки которые я юзала но это не из какого-то злого умысла просто потому что мол и кому это будет интересно да то есть если я хочу нарисовать куртку персонажей у меня нет желания сейчас прорисовывать эти складки я могу вклеить складки и рисовать потому что это работа моя чисто для меня для моего интереса и не вижу никаких в этом проблем ну и как бы опять же относительно методик ускорения если у человека не хватает навыка то никакие этой болванки или photobash работу не вытянуты не спасут так что да ускоряться да почему нет в работах которые работа где я делаю танки я использую этой болванки тех же самых танков потому что тут уже у моего работодателя нет конечно времени сидеть и ожидать пока я изучу полностью конструкцию этого танка правильно его прострою я все-таки не художник техники и их рендер и обрисовываю использую там игровые модели которые мы получаем от разработчиков и вставляю в рисунок также эти процессы я стараюсь отразить ну выставляя какие-то этапы по некоторым работам или даже записывая видео видео я сейчас мало записываю очень лень и кстати насчет ускорений подручных средств я наверное забегу просто вперед референсы я например сейчас рисую используя референсы сейчас я вам постараюсь перетащить сюда пожалуйста черт короче моя программка с референсами очень удобные в качестве референсов я могу использовать какие-то фотографии со снаряжением с оружием либо арты других художников для того чтобы посмотреть посмотреть идеи не считая это зазорным или чем-то таким например у меня задача создать какого-то яростного персонажа в сеттинге постапокалипсис и я пролистывая то что я у себя сохраняю ищу идеи которые меня могут на что-то натолкнуть то есть нет задачи рисовать есть задача чтобы какая-то работа натолкнула на идею о позе на идею о каких-то элементах одежда и так далее и так далее поэтому вот таким вот образом я все это собираю и периодически посмотрю и оставляю на втором мониторе круто конечно работать полностью без референсов но я не настолько себе уверена чтобы работать полностью без референсов ну и часто для меня какие-то выставленные работы или фотографии служат напоминанием того в какую сторону мне двигаться чтобы я не уходила в какие-то ненужные деври не путалась с освещением не путалась с формами или скажем мне нравится как какой технике работает художник его маски его подход к цвету я могу ставить перед собой чтобы стараться хотя бы чуть-чуть выйти из рамок того в чем я привыкла рисовать окей хорошо тогда позволь такой вопрос я уже сдавал на нескольких стримах и он оказался очень востребованным была ли какая-нибудь фишка новшество или какой-то иной способ создания рисунка о котором ты узнала от коллег или вот внутри студии за последний год что ой блин какая прикольная штука как жаль что я не пользовался было ли что-то подобное к сожалению сейчас ничего не приходит в голову в принципе мой процесс работы остался точно таким же каким было всегда придумываешь идею стараешься правильно построить анатомию или перспективу любую композицию ну могу сказать что какие-то мелкие идеи совсем мелкие фишки которые не влияют на мой взгляд на рисунок глобально но могут добавить положительных моментов подсматривала и стримы других художников например старые старые стримы по-моему Вилехина где он рассказывал как он от Чувабака научился от Чувабака от Чувабака научился работать с некоторыми эффектами света за счет режимов наложения наложения каналов или эффекта в фотошопе скрин либо лайт то есть иногда такие вещи я делаю когда у меня есть какая-то засветка на светлое пятно в рисунке я хочу чтобы при этом у этого светлого пятна был цвет немножечко противоположный тому который имеется на самом предмете то есть добавляет добавляет немножечко живописи ну и такие мелочи иногда я ну это в последнее время делаю инверсию слой рисунка на котором я сейчас что-то прорисовываю инверсию слоя с персонажем то есть продублировав этот слой и накладываю потом этот инверсированный слой скажем так в режиме скрин уменьшая яркость и выкручивая цвета для того чтобы найти себе какие-нибудь интересные дополнительные цвета для своего рисунка то есть чтобы скажем так тени были не чисто там там скажем персонажи фиолетовой одежки и фиолетовые у него тени найти что-то красноватое желтоватое то есть что-то что мне может дать фотошоп в несколько кликов ну вот такие мелочевки не глобальные не сильно на что-то влияющие но где-то помогающие в рисунке а так какого-то там невероятного бума у меня не происходило рисуешь или швуешь да конечно такие вещи лучше показывать вживую но у меня нет сейчас проработанного цветного объемного рисунка на котором я бы это могла показать где это работает у нас есть отдельный ролик по этому способу а ну и тем более отлично значит я рассказала про то что вы узнаете кстати интересно сколько людей которые в первый раз пришли на стрим сегодня нас слушают уже было много достаточно так что ты сегодня не одна Настя не переживай ну да ну мне казалось что в принципе приходят одни и те же люди хотя я не слежу но это так на самом деле нет окей я думаю процентов 30 может быть максимум постоянные подписчики ну да но не факт я тоже далеко не все смотрела там кстати спрашивали про выгорание как быстро как часто оно бывает как быстро из него выбираешься и так далее поэтому давай еще проговорим на тему давайте пока рисуем потому что про рисунок рассказывать особо нечего сидишь и рисуешь и рисуешь просто вроде все понятно выгорания глобальных у меня пока что не было потому что рисовать все таки я люблю и если бы я совсем выгодила я бы не смогла этим заниматься ну потому что я знаю людей которые выгодили и ушли из этой профессии у меня здесь муж сидит рядом он выгодил уже из этой профессии так и было ну как бы мини такие срывы да случались потому что опять же много каких-то ожиданий от себя что сейчас эта работа получится супер мега крутой но при этом твоих навыков не хватает чтоб она таковой в твоем понимании получилось и ты начинаешь фрустрировать беситься злиться и очень-очень много эмоциональных сил на это выходит вплоть до того что порой хочется бросить и не работать если ситуация позволяет то на мой взгляд лучше отложить работу и действительно пойти передохнуть это то о чем я писала недавно на своей странице вконтакте у меня случился сейчас затык из которого я благом хожу по фрилансу казалось бы привычная для меня тема нужно нарисовать персонажа но я застряла мы застряли в поиске позы с заказчиком и так и сяк пытающий ничего не получается думаешь на что вообще за уж что со мной не так то почему я не могу почему другие могут почему у всех все нормально у меня не так просто идешь отдыхать перезагружаться это полезно это нужно именно отдохнуть и собственно больше ничего и не остается когда мозги уже на пределе и из этого ничего плохого ничего хорошего не получится не а смотри я ты согласна с тем что художник вот когда происходит такой момент выгорания не получается не хочется не может рисовать на самом деле это лучше что может быть отдохнуть во первых во вторых что необязательно в таком момент рисовать и не надо себя там наказывать и ругать самыми грязными словами потому что пока вы не рисуете у вас накапливается визуальная библиотека как это визуальная библиотека то есть именно то что ты там можешь зато почитать там что-нибудь посмотреть где-то погулять посмотреть поучиться то есть но не в плане техники да именно сидишь и рисуешь а в плане именно наблюдения за миром вот ну это в любом случае да необходимо отдыхать и составлять визуальную библиотеку потому что мы не роботы это как бы тоже часть посыла моего сегодняшнего стрима нужно позволять себе отдохнуть нужно ну как бы научиться медиться с тем что ты можешь чем-то не справиться что твор у меня не хватает что это окей что это нормально что ну не получится сейчас получится потом в другой раз и что вот да ты сейчас не можешь справиться и тебе нужна какая-то помощь кого-то на другого человека либо нужна 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 перезагрузка все относиться к себе надо более человече и отдых обязательная часть но я знаю что сейчас люди могут подумать а что делать когда у тебя дедлайны и сроки на работе когда работодатель дергает когда там все горит да это конечно вообще не здорово есть ситуации когда нет выбора и нужно работать нужно превозмогать себя и да приходится из себя вытаскивать у меня были такие ситуации когда не получается не получается нет времени отдохнуть и ты просто уже силой из себя вытаскиваешь результат и его удается из себя вытащить что-то создать наконец-то что тебя будет удовлетворять но при этом не знаю это дает с таким диким моральным напряжением что еще большой вопрос стоило это делать сейчас именно в таком состоянии так что если есть возможность отдохнуть или как-то синизить обороты лучше это делать потому что так же это может наоборот и негативно сказаться на работе потому что если я имею возможность притормозить работу и чувствую что у меня нет состояния для этого подходящего нет настроения то лучше притормозить потому что результат может оказаться наоборот хуже чем если бы я рисовала скажем так выспавшиеся либо с хорошим настроением и так далее и так далее ну и также важно понимать что такого какого-то колоссального тотального вдохновения ждать тоже не стоит часто наоборот вдохновение приходит во время процесса но если уж вам совсем совсем плохо и рисовать никак не идет ищите способ отдохнуть по возможности если вы на работе ищите способ пообъясниться с руководителем если это возможно опять же если там на вас давит и невозможно объясниться то может быть какие-то невероятные ненормальные условия это может быть стоит задуматься о месте работы и так далее и так далее ситуации разные бывают замечательно кстати не совсем тему выгорания это все тему депрессии и так далее у меня просто есть иностранные друзья с которыми я общалась и вот у девочки там была депрессия и это по-моему Дания или Швеция по-моему Дания и на самом деле там в Европе совершенно спокойно можно сходить к врачу тебе дадут бумажку что у тебя депрессия и ты будешь дома и не работать и тебе никто ничего не скажет все люди к этому нормально отнесутся все жду когда и в России так можно было можно будет ну кто кто знает наверное здесь что-то подобное можно если у тебя нормальный коллектив и опять же можно объясниться с людьми вот как знать ну как бы все ситуации очень разные да конечно в депрессии работать не здорово я сейчас просто это хочу развенчать немножечко потому что это как это простите меня за сексизм заранее если нас смотрят люди для которых это остро две девушки и разговор пришел к депрессии раунд ну скорее встретились художники и разговор пришел к депрессии хорошо более важный вопрос смотри сложно ли сейчас человек с улицы устроиться в мейл вообще и сколько у тебя коллег работают с тобой не могу сказать насчет человека с улицы потому что я не владею такой информацией меня не раз некоторые люди пытались спрашивать по поводу устройства в мою компанию если в моем отделе не нужны художники то ну каким бы скилластом ты в профессии не был если человек не нужен иначе он не нужен если открыты вакансии и есть человек у которого подходит портфолио то я не вижу ничего сложного но вот насчет наличия вакансии у меня обычно нет информации и в нашем отделе на данный момент художник только я так что у нас вообще все очень скромно на специфический отдел который занимается чисто иллюстрациями раньше я работала со вторым художником но по ряду личных причин не связанных с работой они ушли на и раньше я работала с Линой и от нее очень очень ну с Линой Карповой если кто-то знает художница которая занимается с ней с ней достаточно круто и от нее я это научилась подсматривала что-то сейчас я одна и пока что людей мы не не подсматриваем и ищем если будем искать обязательно об этом знаете на своей странице если компания mail.ru будет искать работников она может потому что мы стали постить вакансии ааа окей ну это скорее вопрос к чарам потому что но если конкретно в наш отдел понадобится кого-нибудь поискать то мы обсудим это с моим директором и обратимся если что ну вам перезвоним ну на самом деле да что собственно я еще могу сказать такие как бы вопросы которые знаете просто боюсь сказать что-то не то за что потом тебе дадут это все нет на самом деле мы просто можем даже сказать ребятам которые нас сейчас слушают и смотрят что это сделано не только для компаний но в целом да подписывайтесь на канал мы теперь будем стараться по возможности постить вакансии и возможно вы найдете работу своей мечты даже раньше чем хотелось ну кажется бывает знаете боязнь успеха ты сидишь такой блин если я это сделаю то мне придется и так далее придется менять свою жизнь а сидеть на попе ровно гораздо удобнее да комфортнее по крайней мере ну да пойду сделаю чаю закутать фрезик да есть такое такс ну если что продолжайте задавать вопросы потому что в принципе так будет проще строить строить беседу и безусловно безусловно на самом деле у меня накопился уже целый пак я просто передал корону эскипетр ага хорошо в смысле а кто мне ее отбирал я что-то не поняла нет задавай пожалуйста мы же общаемся если есть вопросы окей вопросы всегда есть ну так вот если мы вернемся к мы говорили немножко о способах ускорения работы о башнике и обо всем прочем так скажи пожалуйста Насколько многогранным должен быть, по твоему мнению, сейчас иллюстратор? Я объясню суть вопроса. Дело в том, что из недавних диалогов с художниками, которые работают на крупной западной компании, они говорили, что сейчас работодатели в основном интересуют многопрофильные художники. То есть те, которые могут и в 3D, могут в табаш, могут в персонажку, могут в пружине и так далее. Как, по твоему мнению, сейчас обстоит, и к чему нам готовятся, и к чему готовятся тем людям, которые сейчас обучаются? На самом деле очень сложно сказать, потому что у меня не сильно большой опыт работы в других студиях. Я сказала, что я работала всего лишь в двух местах. Встречаются вакансии, я сижу по арт-стейшнам, например, где требуется художник, у которого, наоборот, будут полномочия строго ограничены, скажем. Вот он рисует чистые инвайроменты, либо только персонажи, либо персонажи и какие-то объекты, либо занимается он созданием, скажем, чисто сай-файных штук, либо техники. Но также я встречаю вакансии, где, наоборот, требуется уметь рисовать и инвайроменты, и персонажи, и даже иллюстрацию. Я считаю, что правильнее все-таки, чтобы у художника была какая-то одна специализация, в котором он на 100% хороший. Это его, его хлеб, и здесь он профи. Остальные нужно знать, ну, примерно на более-менее удовлетворительном уровне. Потому что все изучить очень-очень сложно. Даже если смотреть на художников-классиков прошлого, кто-то любил пейзажи, кто-то любил наоборот портрет, кто-то был маринистом, кто-то на тюрьморте рисовал, и тому подобное. То есть, ну, я, скажем так, не совсем согласна с тем, что порой индустрия пытается создать такого человека-осминога, который все на свете умеет. Это сложно, и, не знаю, такой специалист, и когда они встречаются, должны стоить очень больших денег. Я думаю, что нужно специализироваться на чем-то одном, в остальном разбираться и более-менее уметь, но не стараться из себя выжить одновременно по всем направлениям. Так не получится, я так считаю. Ну, либо это займет очень-очень много времени. А работают и в профессии, все хотят, пока они молодые, найти себя, устроиться. Поэтому нужно себя в чем-то одном искать, остальные направления можно пробовать. Например, в своей компании я, ну, по моим работам, по моему портфелю видно, что я где-то занимаюсь танками, то есть окружением и фотобашем, где-то я делаю, наоборот, фэнтезийные иллюстрации, где какие-нибудь эльфики сисястые скачут. И на самом деле, чтобы перестроиться, ну, чтобы научиться, например, тому же фотобаше, потому что его я раньше совершенно не умела, да и сейчас, скажем так, он у меня сомнение, уровень вызывает, мне понадобилось время и не один год из тех, что я уже рисую, чтобы более или менее испытывать какое-то удовлетворение от того, что я делаю. Вот этот разброс, хвататься за все подряд, это достаточно тяжело. То есть ищите ту сферу, в которой вы хотите заниматься, в которой ваши скиллы будут преобладать, в первую очередь. Не обязательно это должно быть что-то узкое, можно быть персонажником и работать с концептами, и уметь делать иллюстрации. Как правило, хороший персонажник, он все-таки, мне кажется, в состоянии набросать и концепт, потому что у него есть понимание анатомии, понимание формы, у него развито чувство вкуса, и он может также это выразить в иллюстрации. Либо, наоборот, если вы не любите работать с персонажами, уйти в создание техники, либо уйти в создание инвайроментов, дизайнить инвайроменты, либо делать иллюстрации с ними. Есть такие люди, встречаются, и это норма. Возможно, индустрии стоит тоже ставить какие-то свои условия, работодателю ставить условия. Но, естественно, когда вы приходите, они там уже сели, тебе говорите, а это я делать не буду, это делать не буду. У вас есть портфель под что-то заточенный, на это смотрят работодатели и принимают решения. Такой лично у меня взгляд. Возможно, он со временем изменится, потому что я не могу сказать, насколько он точно сейчас соответствует реальности в силу моего опыта. Но я сейчас себя пытаюсь тоже продвигать в сторону чего-то одного, больше в сторону персонажки. То есть как бы я ни любила там инвайромент, которым я передал себя другой художнице, и тот же фотобашинг, да, мне это нравится. Я хочу уйти больше о какой-то концепт, оставив за собой возможность также, ну, навык рисовать иллюстрацию. Надеюсь, было понятно. Да, вполне понятно. Скажи, пожалуйста, дело в том, что вот я сейчас, когда слушал твой ответ, я задумался, но ведь индустрия же, она изменяется постоянно. То есть каждые несколько лет появляются либо новые должности, либо новые программы обеспечения, либо одно заменяется другим. Ты говоришь, что художнику развиваться в чем-то одном, а если то, в чем он развивался пять лет, станет ненужным. Ну, как сказать, если художник специализируется на персонажке, просто появятся новые инструменты, но это не значит, что надобность в персонажке пойдет хорошо, пойти в очень новый инструмент, который нужен в работе. Например, я считаю, что если ты работаешь как 2D-шник, то 3D, скажем так, углубленно тебе, совсем нет необходимости знать. Можно выучить его на уровне, который тебе будет помогать работать с иллюстрациями, если такой человек хочет оставаться в иллюстрациях или концепте, что-то концептить, как, собственно, сейчас и делают. Посмотреть, какие новые программы, как их можно использовать, как это можно задействовать. Но, в принципе-то, основной какой-то посыл, в чем работает художник, он остается, на мой взгляд, неизменным. Никто, ну, я не могу сказать, что никто, но как бы большинство людей резко, прям внезапно не бросают то направление, в котором они работали, переходя совершенно противоположные. Бывают случаи, но в основном там, если человек любит персонажку, он и занимается. Если человек любит энвайроменты, он занимается основными энвайроментами, меняются, да, инструменты, но направление, что с ним должно, собственно, случиться. Я больше про, даже скорее не про железо, то есть не про ПО, а про подход вообще, в принципе. Дело в том, что, если пояснять мой вопрос, то вопрос-то был, на самом деле, в том, что сейчас даже обучение уже сокращается. То есть, если раньше все изучали, там, допустим, я сейчас пример приведу, это не истинно в последней инстанции, если сначала все изучали Академ, потом изучали Фотошоп, потом учили вот этот вот долгий процесс, а пришел, например, человек, который делает, ну, условно демпингует временем и говорит, к черту, Академ, я буду обрисовывать 3D-балванки, вот, качая их из интернета и буду делать персонажей в итоговом качестве не хуже, чем человек, который их рисует от руки. Как с этим-то быть? Да, это сложный вопрос, потому что я считаю, что все-таки как художник, вернее, каждый художник должен уметь все-таки рисовать на приемлемом уровне для своей профессии, для компании, в которой он работает. и, ну, тут, правда, очень сложный вопрос, на котором надо подумать, что ответить, потому что я сама для себя на него не ответила. если работодателя устраивает такой человек, который берет, обрисовывает болванки, и если на выходе человек, который не знает анатомию, не умеет с этим работать, но каким-то чудом у него получается нормальный персонаж, и для работодателя это окей, но вы с этим ничего не сделаете. Я так считаю, потому что... То есть я не выступаю за плагиат, естественно, и тому подобное. Я считаю, что если человек обрисовывает, он об этом должен честно говорить, никого не вводя в заблуждение. Но работодателю, как правило, без разницы, чем ты работаешь, только если это там, не знаю... В основном это как бы художники между собой обсуждают такие вот моменты, а работодателю важен результат, и тут уже я не знаю, каким на данный момент образом можно повлиять, и как именно повлиять. Но я верю, и это мое мнение, что без навыка рисунка ты все-таки никуда не уедешь. Если ты не умеешь, то никакие скачанные болванки из интернета не помогут. Все равно будет прослеживаться кривота, и если работодатель захочет видеть действительно высокий уровень, он наймет, скорее всего, того человека, который умеет. То есть мастерство, на мой взгляд, оно никуда не девается, не пропадает. Все тот же академ, он по-прежнему нужен, по-прежнему нужно обучаться анатомии, светотени, перспективе, цветам, объему, работе с тоном. Не знаю. По крайней мере, я пока не вижу, из-за чего можно было бы в этом плане беспокоиться. Инструменты, да, появляются, какие-то способы ускорения появляются, но пока что художник остается художником. Что я могу еще сказать? Спасибо. Такой-такой вздол грустный. Да, нет, я просто задумалась, куда дальше вести этот разговор, потому что ребята даже спрашивают про там, Лэйзи Низуми и так далее, можно использовать или нет. Кого? Плагин Лэйзи Низуми. Я, к сожалению, не знаю, что это не использовало, но я хочу сказать, что, на мой взгляд, как бы художник есть художник, у него есть знания, там, основа композиции, свет, а есть инструменты. Да, дело в знании. Я не считаю, что нужно чего-то бояться, как-то ускоряться. Знания, они должны быть, и вы никуда не денетесь, их придется прокачивать годами. То есть художник, который взял, извините, сплагиатил чужую работу, либо вставил фоточку и не сказал, что он ставил. Ну, я имею в виду, там, не знаю, обрисовал чисто фотку, но сам он без фотки совсем не может, не обрисовывая фотку или болванку, не может построить позу, не может построить анатомию. Это будет видно, это будет выезжать. И когда такого человека поставят перед тем, что создай нам иллюстрацию, скажем, будет какой-то очень сложный ракурс, и он не найдет фотки, либо, не знаю, не умеет работать с болванками, и его, как бы, косяки вылезут. То есть инструменты – это одно, а навыки, знания – это другое. И хороший специалист с хорошими навыками, он всегда, мне кажется, будет востребован, он никуда не денется. Мне кажется, еще от целей зависит, потому что если тебе надо внутри компании быстро накидать какой-то концепт, чтобы придумать, как будет выглядеть там персонаж, для внутреннего пользования исключительно, то, наверное, неплохо. А если потом компания из-за этого попадет на 20 лямов, то это, конечно, уже грустненько, и художнику могут оторвать руки совершенно спокойно. Но это уже, знаешь, такой выбор художника. Ну, если вы имеете в виду, что-то брать из интернета, да, за что могут дать покупки, то, конечно, в данном случае лучше пользоваться какими-то аккаунтами платными, которые дают компанию что-то покупать, либо иметь свои какие-то, скажем так, если здесь идет о фотографии, которые можете задействовать. Например, у меня, честно скажу, у меня много фотографий, скачанных с интернета по разной тематике. Что-то я собираю для референсов, что-то я собирала для использования. Но последние годы я стараюсь прийти больше к тому, чтобы использовать свое, чтобы это было уникальным. И, опять же, да, не хочется ничьей правой нарушать. Ну, что-то ты еще скажешь. Нет, я хотела сказать, что вообще лайфхак такой. Можно, если прилагать, работаете дома, заведите сестренку или братишку, которую можно использовать в качестве натуры. А, ну, так я... Да. Миньончик. Если сестренку слышу, она меня убьет, конечно. Вот. Но в целом можно взять друга-подругу, не знаю, родственника. Да, я так делаю. То есть я иногда прошу коллег мне как-то позировать. У меня есть элементы в рисунке, которые мне сложно нарисовать. Например, не знаю, как нарисовать определенного ракурса руку. То есть, ну, достаточно частая проблема для многих художников. Я прошу кого-то мне спозировать. Делаю фотку, сижу, ставлю перед собой и смотрю, как это работает, как мне прорисовать, скажем правильно, кисть, пальцы. Либо бывает какая-то сложная поза ног. Точно так же кого-нибудь фоткаю и сижу, рисую. Но за счет этого мы и учимся. Мы должны тоже откуда-то смотреть. Поэтому есть большая разница между тем, чтобы откуда-то что-то воровать, обрисовывать и не учиться. И между тем, чтобы использовать референсы. И это абсолютная норма. И для этого я в самом начале показала, что я себе точно так же составляю доску с референсами перед каждой работой. Для, возможно, каких-нибудь тру художников, классиков, академистов это не совсем здорово. Хотя академисты тоже все-таки рисуют с натурой. Но я имею в виду, что я подсматриваю какие-то идеи у других художников. Либо там не могу совсем все иносливать из головы. Но что есть, то есть на данный момент. Я не сделаю иллюзий насчет того, что я работаю в совсем уж высочайшем искусстве. Хотя цифровой рисунок я считаю полноценным искусством. И у меня есть задача, которую нужно выполнить. И я ставлю перед собой цель и ищу доступные мне варианты и способы эту задачу выполнить. Ну, конечно же, так, чтобы ничьи права не нарушать. Кстати, такой вопрос из зала. Спрашиваю даже лично тебя, можно ли тебе в личку писать за менторством, за советами. Делаешь ли ты? Обычно мне, собственно, никто особо не писал в личку. Так что, если хотите, можете написать, спросить что-то. Пожалуйста, могу попробовать помочь. Не факт, что это будет то, что вы хотите услышать. Это уже важно понимать. Но почему бы и нет? Я не какой-то там жадный, зазнавшийся человек. Нет, надо сразу сделать дисклеймер, что художник имеет право отказать вам без объявления. Как это говорится, помогите. Без объяснения причин. Спасибо. Ну, у меня нет какого-то невероятного наплыва из землячка, поэтому на данный момент да, почему бы нет. Не было. Не было и нет. Бывает, что кто-то обращался, но это не какая-то частая ситуация. Так что, окей. Настя, я скажу, будет. Дело в том, что у нас была одна история с человеком, который сказал, что мне почему-то не пишут, и мы призвали на стриме и мы писали. А, понятно. Не так давно, месяц назад он написал, типа, Леша, а ты можешь удалить стрим? Я такой, а в чем причина? Стрим же был классный. Он такой, меня задолбали уже тем, что мне пишут. Понятно. Поэтому ты не знаешь, на что ты подписываешься. Ну да, я могу понять людей таких, потому что, скорее всего, к особо скилластым художникам больше народу стучится, возможно, с какими-нибудь глупыми вопросами. Ко мне так много народу не стучались, поэтому я просто не сталкивалась с этой проблемой. Да, сейчас люди с криками за Орду побежат. Это святая, конечно же. Сейчас, ребята, это Альянс, тебя пора. Давай, следующий вопрос. Тогда следующий вопрос. Ничего страшного. Скажи, пожалуйста, к чему придет сейчас индустрия через 5-10 лет? Дело в том, что вопрос у нас задается не просто так. Все больше мастер-классов видео делается в VR, все больше делается с применением нейросетей. Например, для наших зрителей вы можете погуглить, нейросети рисуют броню, где нарисованный человек, и, соответственно, там, возможно, это неправда, может, это фейк, я не знаю, я свечку не держал, но, тем не менее, там компьютер рисует на персонажа что-то сам. Из чего вопрос? Что нас ждет в будущем, по твоему сугубо личному мнению, и нужны ли мы будем в том виде, в котором мы есть сейчас? Я имею в виду все художники. Сложно сказать, потому что в чем-то это там напоминает вопрос работодателя, кем вы увидите себя через 5 лет. Вот, точно так же. Сейчас в век технологии все очень-очень быстро меняется, в этом есть и плюсы, и минусы свои, и, не знаю, наверно, точно так же на появление цифрового рисунка в свое время с ужасом реагировали художники-академисты, читерства и тому подобное. Как мы сейчас реагируем на некоторые вещи, типа фотобаши, т.д. болванок или каких-то появления новых программ. Я считаю, что нужно уметь подстраиваться, ну и нужно просто, нужно будет, наверное, смотреть уже по ситуации, кто захочет остаться в индустрии, кто нет. Я не знаю, что с ней будет, может быть, действительно, какие-то нейросети начнут большую часть работы выполнять за художника и, скажем так, надобность в большинстве отпадет и кому-то придется искать другую работу. Не знаю, это совсем уж печальный вариант событий, печальный расклад, и я не очень в него верю, но не знаю, надо, что сказать. То есть, кто хочет, тот подстроится, как подстроится и сейчас. Да, некоторые художники идут дополнительно изучать 3D для концепта, кто-то идет изучать VR, потому что, возможно, за ним будущее. Я, честно говоря, пока еще с ними не сталкивалась, не пыталась изучать. Может быть, это мое упущение. Я понимаю, что мне потихоньку нужно себя пушить в направлении 3D-шки для концепта, чтобы не отставать от индустрии, чтобы не было проще что-то рисовать в дальнейшем. Так что, скорее всего, прям, ну, специально всегда будет место, найдется место, и вряд ли они без работы останутся. А вот насчет других художников, кто, не знаю, учится, кто пока еще там сидничок, не знаю, не хочу, чтобы это звучало как-то пафосно, себя я тоже только по художникам не считаю. Сложно сказать, кто как пристроится в этом быстро меняющем семье. Очень-очень размытый вопрос и очень размытый ответ на это у меня. Сорян. Хорошо. Тогда еще один вопрос буквально, и мы уже более-таки узкотематический будем задавать. Недавно мы общались с этим художником, и у нас с ним разговор зашел на тему того, что он долго работает в индустрии, я говорю, ну ты уже достиг чего-то там, у тебя много концептов в играх, хорошая зарплата и так далее. Он сказал, я не достиг своей наивысшей точки кипения. Я спросил, что он имеет в виду. Он сказал, что ты знаешь, по моему комиксу еще не сняли фильм. Да. Чтобы ты в отношении себя могла назвать наивысшей точкой кипения или близкая к этому. Не знаю, я пока что еще в поиске того, в поиске, скажем так, своей конечной цели в этой профессии, то есть я еще до конца не определилась. Я только-только начала осторожно подходить к тому, что я хочу, хотела бы заниматься концептортом, потому что я всю жизнь вообще как-то больше с иллюстрацией была связана. Моей точкой кипения может быть приблизительно могла бы быть работа в кино, потому что я очень люблю рассматривать костюмы в фантастических фильмах, люблю рассматривать технику, и мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь мои работы, мои идеи точно так же были бы на экране. Возможно, это возможно. То есть какого-то там, скажем так, комикса рисовать или мультика я бы не хотела или игру свою делать. Участвовать как концепт-артист на производстве уже чего-то такого более существенного, да, мне это интересно. Здесь немножко странный вопрос, видимо, вопрос про насчет будущих технологий и так далее. Согласилась бы ты просверлить дырку в голове, как это предлагает Эландмасс, для подключения нейроинтерфейса, если бы твоя эффективность увеличилась в 10 раз. Не знаю, меня немножечко напрягает вечная погоня за эффективностью, как я говорила в самом начале, но, скажем так, без проведенных опытов, доказанных, что это безопасно, я так бы не согласилась. А вообще, я спокойно отношусь ко всему новому. Но дырка в голове это звучит очень круто, ничего не скажешь. Ок. Я думаю, я бы не отказалась сверлить дырочки. То есть быть тем, кто сверлили дырочки другим в голове, но и не тем, кому эту дырку сверлить, дырочки. Правильно я понимаю. Доктор зло такой. Минутка шутки. Ярный. Нет, все нормально. Так, у пулемета... Это огнемет или пулемет? Это должен быть огнемет, да, я сижу и я надеюсь, что я делаю неполную фигню, потому что очень-очень непривычно мне рисовать вживую, набить их. Так что... Да, это будет огнемет и я немножечко, как немножечко, я скажу, совсем слабовато в рисовании оружия, поэтому я пытаюсь сейчас накидать совсем базовую форму, которую я потом буду порабатывать более подробно, то, что я сейчас уже не успею. У меня, например, дополнительно на столе лежит артбук по Дестине и я смотрю, как выглядит всевозможное оружие и, ну, как вы знаете, рисунок оружия это вообще чуть ли не отдельная специальность. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, я, опять же, рассматривая твою галерею в ArtStation не мог не обратить внимания на то, что у тебя очень много проработки в рендере материалов конкретно, то есть, если мы берем персонажей даже хотя бы... Серьезно? ...метанки, да, у тебя при этом все равно так минимализм в линиях, но очень хорошо читается фактура, структура и все прочее. Есть ли у тебя какие-то фирменные, сформулированные вот тобой лично советы по проработке фактуры объектов, которые ты могла бы посоветовать начинающим? Ну, стоит находить референсы по фактурам объектов, которые вы хотите включить в свой рисунок. Скажем, если вы хотите рисовать металл, искать металлические доспехи, если какую-то грубую шерстяную ткань, опять же, спать фотографии или щупать реальную грубую шерстяную ткань, смотреть, как себя ведут эти материалы, тренироваться. Это все вопрос тела опыта. Обращать внимание просто на то, как они себя ведут, как ведут себя складки в разных тканях, как бликует металл в зависимости от состава, как те же самые блики, либо объем ложится по форме тех или иных предметов в зависимости от свойств их материала. Ставьте перед собой референсы, изучайте. У меня проблема бывает с тем, чтобы нарисовать кожаные пояса. Я не знаю, почему у меня реально проблемы с кожаными поясами либо какими-то заклепками. Я, как правило, перед собой собираю такие вот рефы с поясами и смотрю, как лучше это нарисовать, как аккуратнее, как себя ведет кожа. Например, вот опять же у меня здесь папка целая, где много-много всяких собранных всевозможных сайтов рефов с материалами, с доспехами. все это я рассматриваю и пытаюсь включать свой рисунок настолько правдоподобно, насколько мне позволяет мой уровень. Надеюсь, я смогла ответить. Так мы да, можно ребятам тоже все сказать на стриме. На самом деле у нас есть перед стримом для всех наших гостей, которые к нам приходят. Мы им сразу говорим, что у нас нет правильных и неправильных ответов. И все, что будет сказано здесь, будет использовано. против Я просто очень ответственно отношусь к тому, что я скажу и как это повлияет на других людей. И может быть, это излишняя ответственность, излишнее напряжение, но если тебя спрашивают о чем-то, то надо постараться дать максимально исчерпывающий и понятный ответ. Да, я переживаю, когда у меня это не получается. списти. Это очень здорово. У тебя все получается. Просто опять-таки всем ребятам скажем, что мы очень надеемся, что у каждого своя голова на плечах. И не пробуйте повторить это дома. И вот здесь то же самое. То есть все-таки смотрите на ваши обстоятельства и какой-то контекст должен быть. А то это получается как прийти к врачу и сказать, что доктор, что делать, когда у тебя болит голова? Там может 10 тысяч различных причин быть. Да, все верно. Слушай, здесь спрашивают, можешь ли что-нибудь посоветовать по дизайну костюмов, там различные книги, статьи, может быть, какого-то художника конкретного? У меня, к сожалению, нет, например, тех книг и статей. То, чем я пытаюсь научиться, в основном связано с тем, что я сама сижу и изучаю работу других художников, изучаю даже какие-то фотографии, съемки с фэшн-показов, изучаю то, что было использовано в фильмах, задействовано. По костюму, наверное, как или по любой другой области, нужно составлять свою визуальную базу, нужно тренировать свой вкус, это требует время, но это, я думаю, это навык, который качается автоматически в таком фоновом режиме, пока вы оттачиваете свои навыки рисунка. просто что-то смотрите, подглядываете, сохраняете себе, делаете заметки насчет того, как работает форма, почему, или пытаетесь разобраться, почему тот или иной художник или модельер, дизайнер попытался использовать здесь такие вот материалы и такие вот формы, что он хотел этим сказать. костюм, конечно, это отдельная специальность, и она очень интересная, и в свое время я просто училась по специальности костюма в университете, видимо, мой подход связан с тем, что немножечко потренировалась я там. нас всегда учили, что костюм должен выражать какую-то интересную форму, должен на персонажа или на модели создаваться интересный силуэт. В принципе, вы это услышите и на любых курсах по персонажке, потому что персонажка связана с костюмом, точно так же. правда не только с костюмом, там много других факторов, поза, форма персонажа, но если конкретно костюм, то по сути точно так же форма, что вы хотите выразить этой формой, она может быть мягкой, она может быть острой. Нужно сначала, мне кажется, в голове примерно создать идею, которую вы хотите изобразить, о чем будет ваш персонаж, почему у него будет такой костюм, что этот костюм будет выражаться, будет какой-то агрессивный, либо будет наоборот мягкий. Исходя из этого нужно продумывать, искать формы, которые будут отображать его характер, потом какие-то минимальные детали, которые будут интересно его дополнять, нестандартные. Например, персонаж, которого я сейчас рисую, мой коллега, которого я сейчас рисую, я хочу, чтобы он был в чем-то таким крупным, приземистым. Это мое ощущение от человека, крупный приземистый не значит негативный, а такой, знаете, как двор основательный, мощный, и при этом он должен выражать ярость. Я не уверена в том, насколько хорошо я с этим справлюсь, но я постаралась найти какую-то неэстатичную позу для этого встал широко, расставив ноги, он должен будет что-то яростно кричать, и, возможно, у него из огнемета будет вырываться пламя. Я сейчас вас всех сожгу, у меня все пробесили. Хорошо, скажи, пожалуйста, назрел очень интересный вопрос. Он тоже появился из одного из стримов. Была ли в твоей рабочей практике работа, я имею в виду, иллюстрация или рисунок, который заставил тебя прокачаться? Чтобы пояснить вопрос, приходит таск, и ты такая, черт возьми, вот именно это я никогда не делала. Если я сделаю просто так, на отвале, то оно получится плохо. И если такая работа была, что это за работа? Да, могу вспомнить, что когда я только пришла работать в мэйл, у меня, опять же, не было навыков хороших работы с фото башем, одна из моих иллюстраций первых там была нарисовать девушку, которая сидит на драконе, и все это в окружении скал, и на тот момент я, ну, не очень-то хорошо умела рисовать скалы, я поняла, что, во-первых, от меня по задаче требуется реализм, с которым, опять же, я не сталкивалась раньше, сидеть, ждать, пока я рисую эти камушки, никто не будет, да и, скорее всего, получится, они у меня сомнительные виды, поэтому мне пришлось пытаться изучить технику, фотобаш, и это было достаточно форсированное обучение, когда ты сидишь и просто, ну, боже, 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 что я делаю, но при этом приходится что-то делать, чтобы оно получилось, да, и есть ситуации, когда ты на Адренарине поезжаешь, это одна из них, либо, например, когда я рисовала одну из своих работ в прошлом году по Skyforge, там у меня в галерее на Арстейшине лежит иллюстрация с названием, кажется, Ревенант с таким грозным товарищем сине-коричнево-фиолетово в доспехах с огромной светящейся желтым пламенем секирой, для меня, на самом деле, это была очень сложная работа, потому что до этого я привыкла все-таки все равно рисовать что-то попроще, и так складывается, что с увеличением моего уровня увеличивается сложность работ, ну, мне так везет, что это более-менее плавно происходит, и мне пришлось сидеть и пытаться сделать работу ну, менее зализанной, что ли, больше живописной, я не думаю, что у меня этот эффект прям очень хорошо читается в работе и вышел, но для самой себя я предлагала очень много усилий, чтобы попытаться больше работать мазками и сделать какую-то атмосферную, темную работу, где присутствуют еще помимо главного героя дополнительные персонажи и несколько источников светом мир на главном герою падает свет сверху, плюс свет снизу от огня, от его секеры, и было проблематично, я с ней провозилась, были моменты полного просто отчаяния, когда приходилось даже оставаться на работе допоздна просто из принципа, что вот нет, я это доделаю, нет, я это справлюсь, нет, пока я там не разберу этот момент, я никуда домой не уйду, и это, конечно, не круто, на мой взгляд, так убиваться, и не стоит так убиваться, но конечно же, она мне помогла прокачаться в Пруссии с, не знаю, за большими ранними затратами. Были также очень сложные работы, которые я не могла сделать, и которые мне не помогли прокачаться вообще, потому что я просто не осилила. Такие работы я не выставляла, мне пришлось как-то рисовать environment с летающими кораблями, и у меня получился просто трэш и ужас, и это было ужасно. Хорошо. Важный вопрос, который задается сейчас в последнее время почти на всех наших стримах, по твоему мнению, индустрия убивает творчество или нет? Нет, я не могу сказать, что она убивает творчество. Скорее, творчество могут убивать какие-то неадекватные ситуации в компаниях, неадекватные запросы, но индустрия на самом деле очень творческая, сейчас такой большой разброс направлений, разброс возможностей, ты смотришь на арт-стейшн, заходишь, и так много художников, которые рисуют в абсолютно разные, достаточно клёвые стилистики, кто-то рисует в анимешной стилистики, кто-то в мультяшной, кто-то в реализме, у всех всё разное, и когда я это вижу, я не могу сказать, что творчество убивается, нет. Наоборот, очень-очень много всего, очень много возможностей, просто главное не перегорать, искать способы получать от этого удовольствия и относиться адекватно к индустрии и к себе. А какая для тебя идеальная обстановка на работе, да, то есть я не говорю сейчас про мэйл, а абстракт, да, то есть в общем, как вот тебе удобнее всего работать в этом плане? Я могу сказать, что и у меня на данный момент на моей работе действующая идеальная обстановка, на которую даже я порой умудряюсь жалостью, потому что, как называется, зажрались. В целом адекватная обстановка идеальная это когда на тебя никто не давит, когда ты можешь поговорить со своим руководителем либо с начальниками, ты можешь обсудить риски от работы, ты можешь обсудить возможности, вы можете найти какое-то решение совместное, это здорово. Здорово, когда тебя хотя бы спрашивают и ориентируются на твой уровень и возможности, а все-таки не кидают как котенка во все это месиво и справляйся как хочешь. Можно сказать, что в этом есть свои плюсы, потому что это заставит тебя быстро вырасти, но я, поскольку я за более спокойный, рос за более спокойную прокачку, потому что я считаю, что каждый так или иначе сам видит в какую сторону ему качаться без пинков, то необязательно быть в дерганой обстановке. То есть идеальное состояние на работе это когда обстановка спокойная, когда тебе дают разумные сроки, когда ты можешь разговаривать, когда ты можешь что-то обсуждать, когда ты можешь с чем-то не соглашаться. И в принципе я считаю, что у меня именно такая обстановка. Как ты думаешь, какое наиболее частое и такое процветающее в индустрии заблуждение? Даже не в индустрии скорее, а среди тех, которые хотят в индустрии попасть? Мне кажется, то, что первое приходит в голову, это то, что художник должен иметь все. Мне кажется, это заблуждение. Как я говорила, он может уметь по чуть-чуть в разных областях и, наверное, специализироваться в основном в чем-то одном. И это не то, чтобы я себе сейчас придумываю. Такие же речи я слышала от других художников, скажем так, получше, посильнее меня из профессии, когда приводили примеры, концепты артистов из западной индустрии на более серьезных проектах. То есть не надо пытаться сразу все объять и стать человеком надземеногом. Ищите то, что вы любите и действительно вкладывайтесь в это. Изучайте индустрию, изучайте то, что делают в других смежных областях, но не пытайтесь себя слепить то, чем вы не хотите являться. Ты не должен уметь все, не надо вот этого, ты же художник, ты же программист, ты же дизайнер, вот это все, мне кажется, ерунда, помни. Хорошо. Просто напомним ребятам, что он заканчивается уже примерно через 15 минут, поэтому мы думаем, что же сегодня такое-то, боже мой. зададим еще парочку вопросов, так что я советую просто ребятам задавать вопросы, но давайте сразу обговорим тематику, давайте как-то, чтобы это было связано с темой нашей сегодняшнего стрима, то есть, я не знаю, из разряда а я вот слышал, что, не знаю, придумайте что-нибудь, вот, то есть, оправдали это, оправдали, что для того, чтобы попасть в индустрию, надо, не знаю, мне кажется, в принципе, можно спрашивать любые вопросы, которые интересны людям, почему бы и нет, просто я надеюсь, что я более-менее смогла раскрыть ту мысль, которую я хотела подать другим людям, наслаждайтесь жизнью, живите сейчас, а не какими-то будущими результатами, уважайте себя и свой труд, ну, а остальное, возможно, просто другие вопросы будет наталкиваться на, опять же, на ответ по этой теме, это все. Так, нет, я не против, просто ребята сейчас начнут задавать вопросы в духе, я не знаю, какой кисточкой ты рисуешь, я просто хотела обрадить этот вопрос. кисточки у меня вполне себе стандартные, которые накачаны из других паков, я своих кисточек практически не создаю, но здесь есть штук 15, и то они исключительно для редких ситуаций, когда надо кинуть текстуру, рисую я, буквально штук 5 использую. Все. Слушай, да, так, спасибо тебе за то, что все-таки ответила на этот вопрос. Да, нет проблем. Да, сразу избавились этого вопросика, но на самом деле здесь есть такой вопрос, было ли у тебя свои собственные заблуждения, которые уже развилились, и я немножко его перефразирую. Вот, до того, как ты пришла в индустрию и после, насколько сильно перевернулся твой мир, насколько ты была, я не знаю, знаешь, топ разочарования первого месяца работа, давай, может быть, как-нибудь так обзовем это. Разочарований у меня никаких не было, я скорее, наоборот, до того, как начала работать в индустрии, воспринимала вообще все как сильно очень страшно, и я реально шла работать с какими-то закрытыми глазами от страха, потому что, ну, да, я как бы такой человек, это особенности моего характера, и наоборот, сейчас мне становится легче, для меня взгляд на профессию индустрии становится чуть проще, и это то, что я опять же хотела подать, объяснить другим людям, все как-то, не знаю, не такое страшное, как кажется. Мне всегда казалось, что, ну, и до сих пор периодически кажется, что, не знаю, если ты не топовый какой-нибудь артист, рисующий как бог, то вообще это дно, и тебя никто не уважает, но на самом деле это не так, и все прекрасно понимают, что у нас разные возможности, но мне было очень сложно смириться с тем, что я рисую как топовый артист, всегда это было какое-то прям глубокое разочарование в себе и глубокий комплекс, и сейчас я перехожу к тому, что, да, нет, собственно, все как-то проще, все спокойнее, но не рисую, что и как топовый артист будешь рисовать когда-нибудь через годы, потом, может быть, и у всех нас разные пути и разная жизнь, никто от тебя, не знаю, не ждет, что ты будешь рисовать совсем боженько, все понимают, что у всех у нас есть ошибки, либо, скажем так, я иногда пытаюсь смотреть, что выставляют западные художники, которые работают на крупных проектах в том же самом кино, в некоторых их работах иногда видишь какие-то ошибки, что вот они что-то позволили себе не прорисовать, либо позволили себе там оставить какую-то явную ошибку, если бы и я этот рисунок делала, я думала, о боже мой, нет, я не имею права на ошибку, все заметят мою ошибку, на самом деле нет, если она не какая-то вопиющая, рисунок в целом смотрится нормально, то ничего страшного, что где-то там есть какой-то косячок, и даже это сделал такой косяк серьезный художник, ну, и что теперь, то есть право на ошибку и проще отношение к себе, вот. Минутка небольшого объявления, как вы могли заметить, в последнее время качество роликов возросло, потому что мы смогли при помощи сообщества решить вопрос с камерой и съемками, и об этом обязательно будет отдельный ролик, а также записываем аудиодорожки к роликам уже с улучшенной обработкой, теперь мы очень хотим наладить нашу самую главную головную боль, стримы, хотим сделать так, чтобы независимо от микрофона гостя звук получался студийным, в связи с этим мы начали новый сбор средств, на пульт, стриминговую карту захвата и компрессор, если вам нравятся наши ролики, поддержи канал, здесь все не звучит совсем странно, будто пришел художник с глубокой депрессией, пытается всех вогнать в глубокую депрессию, я поскорее пытаюсь объяснить свою позицию и свои взгляды на мир, свои же заблуждения. Слушай, насчет заблуждения здесь был вопрос, если я начинаю в гем-индустри как иллюстратор, если я начинаю в гем-индустри как иллюстратор, мне придется начинать с мобилок, но меня не возьмут в мобилке без рисунков коробочков, сундуков, книжек. Стоит ли сразу пробоваться выше мелких мобилок, например, сразу к вам допустим попробоваться? Как ты считаешь вообще, мне, например, тоже кажется, что это несколько заблуждения, что если попасть в индустрию, надо нарисовать коробочки, я не смогу сразу попасть на иллюстрацию. Как ты думаешь, это как-то ограничено в плане опыта или все зависит чисто от твоего скилла? Я думаю, что в первую очередь важен скилл, потому что я так понимаю, насколько я помню, у вас на стримах были художники, которые рассказывали, когда они тоже каким-то невероятным образом попали на свои вакансии, собственно, как и я. У меня в портфеле, когда меня принимали в мейл, я считаю, не было нормальных иллюстраций. Когда я попала на первую работу, где мы занимались браузерными играми, у меня не было никаких коробочек, никаких домиков и сундучков, я все это училась делать на месте. Скорее, когда рассматривают вас как художника в студию, смотрят на ваше портфолио, смотрят, просто умеете вы рисовать или нет, развиваетесь вы или нет. Вот и все. Конечно, важно постепенно заполнять свою портфолио тем, чем вы хотите заниматься. Например, если вы не хотите заниматься танками, то мне надо заполнять свою портфолио работами танков, которые выполняли на прошлой работе, или вы если не хотите рисовать какие-то сайфайные штуки или технику дизайнить, но вы как бы ее и не будете дизайнить и не имеет смысла пытаться и вставлять подобное в свое портфолио. Представляете примерно то, что вам самим интересно. Персонажник, вставляете персонажей, иллюстрации, художник по environment, опять же, вставляете environment. Но смотрят в первую очередь именно на скиллы. Ну и опять же, при устройстве на работу есть еще такая вещь, что все-таки люди разговаривают, и вы спрашиваете, что вам будут давать рисовать, какие у вас будут требования, какие с вас будут требования, и вы оцениваете это все на месте. Нет какого-то такого универсального готового решения для приема на работу. в первую очередь, я думаю, важно именно видение, что вы учитесь, развиваетесь, и что-то умеете в рисунке. Ну и да, важно, скорее, самим смотреть, куда вы нанимаетесь работать, потому что если вы нанимаетесь студию, которая делает то, что вам не нравится, то, что вам не интересно, то у вас, скорее всего, будет плохой результат, потому что когда ты рисуешь то, что совсем не нравится, но это будет вообще так себе. Так себе результат, потратите время и разочаруетесь себе, подумайте, что там с вами что-то не так, хотя вы просто допустили ошибку и пришли туда, куда не нужно. Идите в ту студию стилистика рисунков, которые вам нравятся, игры, которые вам нравятся, или фильмы, которые вам нравятся. Не знаю, если вы не рисуете идеализм и не надо пытаться наниматься туда, где от вас будет требовать идеализм, только если вы не хотите ему научиться. И наоборот. Несколько факторов. Хорошо. Я вот иллюзии современных художников тут очень просто много вопросов. Да, я бы я не знала. Да, да, слушай. Нет, это все замечательно. Я просто хочу вот все-таки давайте вопросом про возраст. Мы добьем нашу, так сказать, часть с вопросами и потихонечку будем плавно уже подходить к завершению, да, закругляться. Окей. Вопрос про возраст. В каком возрасте можно начать рисовать, быть художником, ворваться в индустрию. я не знаю, я не знаю, вот давайте весь стэк этих вопросов вместе как-то соберем и на него сразу ответим, чтобы раз и на себя от него избавиться. Да, боже мой, в каком годном возрасте, на самом деле. Если вы спросите, в 15 лет, конечно, можете рисовать, круто, но я не думаю, что работодатель по приеме на работу будет что-то ограничивать, кроме как, не знаю, какого-нибудь трудового кодекса или тому подобного, так же, как и, если вы уже не совсем, не знаю, старый, простите, человек, который с трудом различает цвета, то тоже нет проблем. То есть для обучения рисунку и для приема на работу, ну, как бы, да, нужно понимать, нет особо большой разницы приходить, в профессию, когда вы готовы к этому, когда вы этом хотите. Это не спорт, где твоя карьера заканчивается где-нибудь в 30 лет уже. Так что никого не будет волновать, вам 18 лет, вам 20 лет или, я думаю, вам 40 лет. Ну, разве что, чем выше возраст, тем скорее будет сложнее переехать куда-то за границу по разным причинам. Там больше ценятся молодые специалисты. Но в целом если у вас нормальное портфолио, если вы в целом нормальный человек, то никого не будет волновать, особо ни ваше образование, ни ваше возраст. Вот и все. Замечательно. Просто на всякий случай тоже еще добавлю, что, ребят, если вы начинаете в 15 лет, то у вас, грубо говоря, нет никаких обязательств там перед семьей. Но если вы начинаете в 48, просто имейте в виду, что, возможно, вам надо обеспечивать, например, если вы там мужчина. Но опять, мне кажется, у нас опять закрепляют какими-нибудь помидорами за сексием и прочее. Но просто хочу сказать, что имейте в виду, что это ваш выбор, но в целом критерий только один. Ваш скилл и желание, наверное, рисовать. Ну, в основном, да, знаете, в 40 есть уже люди свободные и ничем особо не обремененные. Есть люди даже с семьями, которые не боятся рисковать и что-то менять в своей жизни. Тоже как бы по-разному у всех все. Не надо пытаться подстроиться под какой-то общестандартный тоже лекал. Смотрите на свою жизнь и живите так, как хотите. Все. Меньше будет напряжений, срывов и разочарования той же профессии. Да. Ну, что, у нас осталось 4 минутки, поэтому давай как-то подведем итоги и зададим парочку вопросов. Не парочку вопросов. У нас будет один, два, Леша. Леша, я не знаю, он вообще должен быть здесь. Я всегда здесь и все это слышу. Ты просто молчишь, да. Я сейчас задам отрифинальный. Давай как-то подведем итог. И какие-то наставления начинающим художникам. Суммируем то, что сегодня было. Ну, я надеюсь, что в целом из сегодняшнего стрима, из того, что я говорила, люди смогут вычленить какие-то для себя наставления по поводу того, что не нужно особо стараться соответствовать всем, угождать всем, перерабатывать, оценивать грамотно свои способности, свои возможности, в первую очередь свои желания. старайтесь стремиться туда, куда вас тянет, никуда вас подталкивают либо советуют. Ищите просто себя. Очень важно заниматься тем, что любишь. Это капитанская вещь, банальщина, но тем не менее, так или иначе, сталкиваешься с тем, что часто люди не на своем месте, и из-за этого они сталкиваются с массой проблем, и не понимают, что на самом деле они сделали не так. Что тут еще можно сказать? Даже не знаю. Когда тебя ставят перед четким вопросом, мне обычно всегда сложно резко подобрать готовый сформулированный ответ. Ступор случается такой. Хорошо, окей. И тогда финальный вопрос, который мы уже теперь постоянно меняем, как мне кажется. Если бы ты могла выделить одну, если мы оттолкнулись от иллюзии современного художника, если только одну, что бы это было? Блин. Что наверное, что высокий уровень скилла дается легко, без проблем, и топовый художник, такой весь из себя, ничем не обремененный, как это лучше озвучить, не сталкивавшийся с трудностями, не обредлевавший их, тому-тому подобное. То есть будто бы у людей все безоблачное и беззаботно. ведь на самом деле за всем тем, что вы видите в галереях многих людей стоит очень-очень много факторов, что привело их к тому или иному уровню. Например, у кого-то были какие-то разочарования в жизни, они бросали рисунок, либо наоборот не могли найти в себе силы рисовать и заниматься тем, что они любят, потому что какие-то негативные ситуации могли съедать у них очень много сил. Или также хочу сказать, что наоборот, возможно, какой-то правильный настрой, который для себя нашёл человек, помог ему находить немножечко больше вдохновения и время для себя вдохновения развиваться. очень-очень-очень много разных судеб и разных ситуаций. Не старайтесь равнять себя по другим, просто как бы идите своим путём что-то что-то скажешь. Ну что, ребята, тогда надо сказать с Анастасией большое спасибо, что пришла, что мы так интересно, по крайней мере, не было интересно так поговорили на эту тему. Ну, я надеюсь, надеюсь, что никто не разочаровался, потому что, да, я так немножечко на стрелке сижу. Нет, не переживай. В общем, ребята, всем спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо, Анастасия, что пришла, что вы говорили на эту интересную тему. С вами были настоящие, постоянные ваши ведущие Алексей Мельников Алиса Сухнадзинова. И всем огромное спасибо. Всем пока. Пока-пока. Всем пока-пока. Пока-пока.